С вами Берли-Байф Бахайдаваш Аш, студент первого курса Сибирского Федерального Университета. Я вам сегодня приготовлю любимое свое блюдо – плов. Для начала мы нарезаем морковку, нарезаем лук, берем мясо. Это основные наши ингредиенты. Но самое-самое – это наш рис. Самый-самый необходимый этот продукт. Что мы делаем сперва? Сперва мы делаем, как учил мой прапрадедушка Момет, Сначала руки-ножик возьму, затем я горький лук нарежу. И как учил мой бед, я запросаю это, тем все это буду перемешивать. Залим водой кипяченую, затем мы просим висус леп свою. И все это будет готово через 30 минут. Ой, шутка. Я это к чему? Вот, сначала мы в казан наливаем масло. Затем я горький лук нарежу. Ой, я к чему это? Мы сначала в казан наливаем масло, затем мы бросаем туда лук. Чтобы этот лук нам придал масле такой изящный аромат, мы его как бы, чтобы он дал нашему луку изящный аромат, мы его тут продерживаем, чтобы он обгорел и дал все соки этого масла. Затем мы бросаем, мы ложим уже наш лук, уже как бы, как необходимый. Он у нас получается. Так, теперь все это мы будем перемешивать, осторожненько. Ну, вы не забудьте, что для плова нужен такой сильный огонь. Но нам он как бы чуть-чуть не хватает. Поставим на 5 минут, пока чуть-чуть, пусть возьмем температуру. Затем мы готовим наше мясо. В нашей традиции, когда мы готовим плов, мы зарежем барана. Но это особый случай. Я зарезал курицу. Вот, смотрите. Ну что, у нас уже почти готов. Готов. Теперь еще раз перемешиваем. Еще чуть-чуть. Так, ну что у нас? О, нормально. Наш лук почти готов. Теперь перемешиваем аккуратненько. Да, перемешиваем. Именно перемешиваем. Теперь ложим наше мясо. Упс. О, о, наше мясо. И как учил мамбетка, забросает эр. Да, это тот самый, про который я говорил. Переводится оно как мясо. Но в нашем случае это мясо куриное. Закрываем. Вот, вторая обличка у нас освободилась. Не забываем, что для плова нужен, в первую очередь, сам рис. Второе, это морковка. Третье, лук. И четвертое, мясо. Без нее вот такой аромат, вот такой запах нигде не почувствуете, нигде не получите. Мы наш рис должны промыть столько раз, чтобы когда вода на нем была такая чистая, чтобы она была, такая прозрачная, чтобы она была. Это будет заметно при смывании, каждый раз, когда вы будете ее мыть. Видите, это уже чистое. Теперь мы смотрим сюда. Отвечаем внимание. О, она уже заживала. Заживала. О, да. Перемешиваем все это. Перемешиваем. Закроем еще капельку. Это казан. Он придает всем блюдам настоящий вкус, настоящий аромат. И за это я ее ценю. О, вот так вот, нормально. Хорошо, отлично. Теперь мы ложим остальное мясо. Тот, кто мясо было с костями, Она тоже нам придает такой изящный аромат, такой приятный на вкус. Затем... 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 Мы кладем туда на ковку. Это самая-самая такая важная часть. Без нее мы никуда не обойдемся. Все это тщательно-тщательно перемешиваем. Чтоб не подгорело. Чтоб не подгорело. Если подгорит, то, как говорится, Нам уже не получится взять такой приятный аромат, приятный вкус. Мы не ощутим это. И обязательно рассматривайте за этим. Так, все это поставили на медленный огонь на 15 минус. Теперь еще раз перемешиваем. Наливаем сюда горячую воду. Вот такая консистенция получилась у нас. Вот, у нас получилась такая консистенция. Консистенция? Ммм... Коза. Чтоб не ты... Ну и машкой. Так... Наша... У нас почти уже готова. Ммм... Так, вкусно. Так вкусно пахнет. Правильно. Прям живой выкрутил. Теперь мы... Пойдем на... Кучу-чу-чу. Ну что, мы поставили на медленный огонь. Теперь пора... Теперь пора уже... Черт нашей... Нашей любимой виса. Аккратно... Аккратно... Нашей любимой виски. Аккратно, постепенно. Как учил мобель, как учил мобель, как учил мобель. Этот мобель, мобель. Всё. Теперь всё это перемешиваем. Всё это тщательно перемешиваем. Запомните, мы перемешиваем только один раз и всё. Теперь этот рис мы перемешиваем только один раз. Затем соль, перец по вкусу. Можете туда добавлять и чеснок, и красный перец, и всё что угодно. На ваше усмотрение. Только смотрите с солью, только не переборщите. Потому что, если вы переборщите, то исправить ситуацию уже вы никак не сможете. Только заново приготовьте. Всё. Ну, как я уже говорил, соль, перец по вкусу. Теперь мы закрываем наш карзан. Вы не знаете, откуда я научился так готовить. Просто у нас в Кыргызстане так. Кто умеет готовиться, тот женится. А кто не умеет, тот не женится. И кто умеет так прекрасно и вкусно готовить, тому вот эта такая прекрасная, самая-самая лучшая умная, самая красивая на свете девушка. Шучу. А мы сами берём их с лица. И так, уважаемые друзья, вот и настал наш завершающий этап. И это, вы подумали о чём? Да конечно же, у нас уже приготовилось наш, наш плов. И так, ммм, как он вкусно пахнет так. Ммм, какой же он аппетитный. И так, друзья, вот и настал наш последний завершающий этап. И так, у нас приготовилось наш плов. Ура! Наконец-то мы добрались до этого. Ах, какой он. Ах, как вкусно пахнет, а. Так он не терпится прямо вот, прямо вот язык. Ммм. Этот вкус у меня тут с детства спасает. Ах. Ну так, сначала надо немножко перемешать его. Это наш, как бы, ритуал. Вот. Ну так, друзья. Это сам, это пища. Это пища богов. Эту пищу, эту еду спустили с небес. Так. И вот, мы ложим наше, наш плов. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. И это у нас завершающий этап. для приготовления плова. Друзья. Дорогие зрители домашней кухни. Советуем вам смотреть нашу любимую передачу. пищу. Так как оно дает нам много возможностей. Вот. Расширяет наши и ваши кругозор приготовления еды. Так. Уступим. Пиво. Что-то нам не хватает. А. Нам не хватает. Боже. Приятного аппетита. Вон аппетит. С вами был Бедди. Bye. Bye. Игра. 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 Игра красый. gekра красый. После этого это сделано прямо здесь. Продолжение следует...